Вся эта история берет свое начало с июня этого года. В связи с неуплатой за воду, несанкционированными врезками, с настоящим воростом живительной влаги, предприятие «Водоканал» оказалось на грани банкротства. Списки должников росли, вместе с ними и шансы на скорую гибель предприятия. Однако, никакие переговоры с должниками к положительным результатам так и не приводили. Но дело не заставило доукождать. Уже к началу текущего месяца представители одного из главных предприятий в городе перешли к жестким мерам как полное отключение от воды. Под горячую руку попались новостройки, автомойки и некоторые жилые дома, садоводческие общества города. Говоря о последних, стоит отметить, что эти и вовсе занимали лидирующие места в ряде ярых должников. Потому в скором времени они все по очереди были лишены снабжения холодной воды. Более суток садоводческие общества пребывали в отсутствии воды. Продолжение тому будет до тех пор, пока несознательные застройщики и хозяева дачных участков не погасят долги, говорит директор водоканала Арсен Шапиев. Отключили садоводческие общества за то, что у них большие задолженности. Более трех миллионов рублей у них задолженности по воде. Как бы мы их собирали, предупреждали в течение 10 суток, но прошло не 10 суток, уже 16 дней прошло после этого. За 16 дней ничего не изменилось, поэтому вынуждены были отключить. Однако, понимая их по-человечески, было решено обсудить это в присутствии самих жителей садоводческих обществ. Собрание прошло на вазе кора, где и встретились представители двух сторон. Возмущенные жители, не желая понимать проблем предприятия, требуют лишь вернуть в их дома подачу живительной влаги. Врать не буду. У меня с 2011 года полгода, может, отцениваю 7 месяцев по семейным обстоятельствам. Вот эти люди, они знают, у меня были проблемы с мужем. У меня не оплачено. У меня что, за 7 месяцев 17 тысяч набежало? В свою очередь представители водоканала разъяснили свою сторону мнения, объяснив, что пользоваться благами предприятия, не чувствуя за собой никакой вины, продолжаться не может. За воду нужно платить, в противном случае на ее подачу остается лишь уповать, говорит директор водоканала Арсен Шапиев. Единственное, у меня просьба такая. Вот вы здесь все, жители есть. Кто-то законно платит воду, кто-то не платит. Сейчас ходите с пальцем тыкать каждому человеку, если надо, и это тоже мы можем сделать. Найти каждому, заходить будем вместе. Вопрос другой. Нужна вам вода? Мы готовы вам дать воду. Ну, которую мы вам воду даем, то, пожалуйста, нам за нее оплатите. Минуты беседы, протянувшиеся до самого вечера, все же дали положительный результат. Обе стороны пришли к общему мнению. Отныне оплата за воду будет своевременной, пообещали жители. Также предложив выделить кандидатуру на главного проверяющего по домам садоводческих обществ. В свою очередь Арсен Шапиев пообещал, что уже завтра вода снова потечет в дома жителей. В принципе, такая же беседа была в том году. К сожалению, ни к чему она не привела. Я надеюсь, хотя бы в этом году люди поймут, что мы не можем бесплатно воду бездарно раздавать. Надо все-таки навести порядок, потихоньку понять пора людям, что за воду платить все-таки нужно. Как это и было обещано, уже на второй день подача воды была полностью восстановлена. Фарида Казаметова, Шахбан Гасанов, Новости Каспи ТВ.